Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. В Димитровграде планируют создать культурный кластер. Кто разработает программу развития молодежи Ульяновской области. В Ульяновске установили новый пункт наблюдения за атмосферным воздухом. Наши юные корреспонденты узнали об особой подготовке ко Дню всех влюбленных. Наблюдение за загрязнением атмосферы в Ульяновской области ведет гидромедцентр с четырех стационарных постов федерального назначения и с десяти регионального. Десятый заработал в Засвияжском районе. Где именно он установлен и какие данные собирает, расскажет Рината Алиулова. Наблюдение за загрязнением атмосферы в Ульяновской области ведет гидромедцентр с четырех стационарных постов федерального назначения и с десяти регионального. Последний на сегодняшний день десятый заработал 1 февраля в Засвияжском районе Ульяновска. Пункт контроля установили на пересечении улиц Промышленной и Ефремова. Место для объекта наблюдения эксперты подбирают специально. Влияет сразу несколько факторов. Соседство жилой застройки промышленной зоны, наличие трассы, а также розы ветров. Не менее важным фактором является и мнение жителей. Жалобы постоянно исходят отсюда. Жалобы и на неприятный запах, и на какие-то даже химические вещества, которые люди чувствуют в воздухе. Именно на основании этих жалоб был установлен пункт контроля. Пост автоматизированный. Воздух с крыши попадает в аспираторы, которые подсоединяются к сорбционным трубкам. Показания оксида углерода каждые 20 минут снимаются с помощью газоанализатора. Отбор проб воздуха происходит в час ночи, в 7 утра, в час дня и в 7 вечера. В 7 утра следующего дня специалист везет пробирки с показаниями в лабораторию Ульяновского гидрометцентра. Результатом анализа выдается экологический бюллетен, который размещается на сайте Министерства природных ресурсов, на сайте нашего гидрометцентра и на сайте администрации города Ульяновска. И на сайте будет размещаться Засвияжского района для информирования населения об уровне загрязнения атмосферного воздуха. С 1 февраля информация о ситуации витающей воздухе начали передавать еще два постам в Сенгеле и в Сурском. Усиление экологического мониторинга стало одним из поручений президента Владимира Путина, которое глава государства озвучил в послании федеральному собранию. У нас на очереди такие населенные пункты, как поселок Мирный, такие как рабочий поселок Муловка и еще целый ряд населенных пунктов, которые позволят нам в целом достаточно эффективно контролировать ситуацию с мониторингом атмосферного воздуха. В целом обстановка сохранной атмосферного воздуха в Ульяновске удовлетворительная. В 2019 году зафиксировано менее 100 превышений, которые имели низкие показатели, то есть едва доходили до отметки пяти предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Инат Алиулова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ. 20 миллионов на ремонт музыкального колледжа, 2000 новых книг в библиотеку и новый культурно-образовательный центр. Об этом шла речь на заседании Совета по вопросам культурной политики в Димитровграде. Марина Антуганова с подробностями. Димитровградский музыкальный колледж. В кабинетах и коридорах учебного заведения полным ходом идёт ремонт. А вот зал музыкального колледжа уже практически готов. Стены, пол, новые кресла, изумительные люстры – всё сверкает новизной. Смонтировано оборудование для запуска виртуального концертного зала. Это будет ещё одна точка притяжения всех димитровградцев. Я очень надеюсь, что в виртуальном концертном зале не будет свободных мест на каждой из трансляций. Конечно, получив отремонтированное здание, необходимо позаботиться и о его наполненности. В планах у нас реализация национального проекта по приобретению музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты мы берём все, на которых мы обучаем. То есть у нас это идут духовые, струнные, рояль у нас планируется и баян. Это очень здорово. Плюс ещё идёт в этом же проекте идёт ещё и оснащение дирижёров. То есть идёт очень хороший пульт и идут подставки. К новому учебному году ремонтные работы в здании Димитровградского музыкального колледжа будут завершены. На Совете по культуре шла речь и о модельной библиотеке. Детская библиотека Димитровграда стала победителем конкурсного отбора и получит 5 миллионов рублей на создание комфортной читательской среды. На полке встанут 2000 экземпляров новых книг с самой разной тематики. Для меня очень важно, чтобы вот эти все замечательные знаки внимания со стороны государства, со стороны региональной, в том числе и государственной власти находили свои окружения на настроениях, на огромном количестве вовлечённых людях в любом уголке Ульяновской области и в Тимитровграде в особенности. В ходе совещания обсуждалась тема строительства новой школы искусств в центральной части города. Принял решение о строительстве нового здания. И хочу сказать, что в этом году мы разработали проектно-сменную документацию для того, чтобы в 2021 году начать строительство. Таким образом, в Димитровграде появится целый культурно-образовательный кластер, где разместятся дыши номер один, художественная школа, возможно, откроется театральное отделение. Тем более, рядом находится драматический театр. Новые технические средства, которые появились благодаря проекту «Культура малой родины», позволяют принимать в Димитровграде творческие коллективы России, делают доступным высокое искусство для жителей города. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград-24, специально для Управда ТВ. У нашего телеканала есть детская редакция. Юные корреспонденты готовят регулярные выпуски детских вестей. Но сегодня, в День всех влюблённых, они подготовили особый репортаж. Слово Анастасии Чемедроновой. Ко дню Святого Валентина каждый готовится по-своему. Северная олень-тарка из парка 40-летий «Волк Сэм» выбрала эти дни, чтобы начать и сбавляться своего главного донстоинства в глазах прекрасных оленях дам, от шикарной короны, венчающей его голову. Это значит, что олень готов найти свою жизнь с чистого листа. А зачем ему нужны рога, и зачем он их сбрасывает? Ну, во-первых, рога – это у него украшение, с одной стороны, с другой стороны – это средство защиты. Вот, нужны ему в определенный период, то есть в брачный период, а потом, соответственно, он их сбрасывает. От своей короны северная олень исправляется ежегодно по весне. Так животные заканчивают очередной годовой цикл и начинают готовиться к новому сезону. В тикой природе рога им понадобится в конце осени, в начале зимы, для того, чтобы привлечь самок. Выигрывает самец с самым шикарным украшением на голове. За победу предстоит побороться. Рога – это не только своеобразный декор, но еще и мощное оружие, служащее для борьбы с соперниками. Однако Тарка такой исход не грозит. Ни других самцов, ни самок, а оленей в карте нет. Зато есть люди, с которыми Тарка подружился. Они рассказывают, что характер у кариба очень недвижелюбный и открытый. Наверное, как у собаки или кота. То есть он любит полоскаться, прижаться, он любит пообщаться, ну, понятно, тем, кто он знает, вот-вот, любит что-нибудь вкусненькое, любит побегать, поиграть. Игривый характер достаточно. Новые рога Тарка будет отращивать за самой зимы. Именно тогда, в дикой природе, у оленей начинается брать на период. За полгода на месте нынешних потрескавшихся и полинявших отверстков появится шикарная мохнатая ковена. Только Тарка она по назначению не пригодится. Для него роскошная рога не более чем дань несбывшейся оленей любви. Специально для взрослых новостей Анастасии Чемедвенова. 2020 год в нашем регионе объявлен Годом молодежи. В его рамках в регионе проходят многочисленные мероприятия. Так, в рамках визита губернатора Сергея Морозова в Димитровград прошла встреча с местными студентами. От молодежи звучали не только вопросы, но и предложения относительно реализации различных проектов. Например, студенты Димитровградского технического колледжа предложили свое участие в разработке областной программы по развитию молодежи. Димитровградский технический колледж. Студенты этого учебного заведения славятся не только успехами в учебе, олимпиадах и молодежных конкурсах, но и активной гражданской позицией. На встрече с губернатором студенты отметили, что в регионе многое делается для молодежи, но они готовы к новым достижениям. В области проходит очень много различных мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления. И мы являемся их активными участниками. Но в области как таковой единой программы развития студенческого самоуправления сейчас, на данный момент, нет. Мы хотим предложить рассмотреть данный вопрос. Ребята готовы к сотрудничеству с молодежным правительством Ульяновской области. У студентов уже есть идеи. Так, например, на базе ДТК демитровградцы предлагают открыть молодежный казачий центр, который будет заниматься популяризацией казачества и патриотического направления среди их сверстников. Выразили и готовность проводить на территории города межрегиональные игры в Орский сполох. Глава региона поддержал инициативы студентов и отметил, что активная молодежь – это гарантия успешного будущего города и области. Сергей Морозов заверил собравшихся, что все поступившие предложения будут серьезно проработаны профильными министерствами и обсуждены на следующей встрече со студенческим сообществом. Производство перевоспитания награды журналистам, о чем говорили на пресс-конференции УФСИН России по Ульяновской области. Но официальной частью мероприятия предшествовала выставка продукции, изготавливаемой в исправительных учреждениях региона. На ней были представлены товары народного потребления, сувенирные продукции, кованые изделия, специальная одежда, продукты, питание. Павел Половов с места событий. Процесс перевоспитания осужденных основывается на прививании им трудовых навыков. Поэтому выставка продукции перед пресс-конференцией вполне объяснима. Средства от реализации продукции это погашение исков зарплата заключенным помощи их семьям. Здесь умеют делать все, причем очень качественно. Кроме того, вопреки расхожему мнению, осужденные едят в основном то, что производят. Поэтому подсобное хозяйство и цеха консервации тут дело обычное. На выставке представлено лучшее. И далеко не все. Минимум должен быть у каждого послабление режима только для тех, кто встал на путь исправления инвалидам и женщинам. Исходно из того, что в этой касту более таких мало защищенных инвалидов, ветеранов, какие-то есть, может, пожилые люди, которые еще прошли определенные конфликты, военные участки, не достаточно на пляжах. То есть здорово уже просто служится. Заслужить соблюдением режима и исполнением рабочих обязанностей можно многое. Хорошо себя ведешь и работаешь, можешь получить оплачиваемый отпуск домой, можешь заказать себе еду, можешь получить длительное свидание с родными. Андрей Рябков в своем докладе отметил работу представителей средств массовой информации по взаимодействию с ведомством в прошедшем году и поблагодарил за профессиональный подход и объективность при подготовке информационных материалов о деятельности уголовной исполнительной системы в регионе. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. В Димитровграде откроется Кванториум и Центр компетенции WorldSkills. Для этого отремонтируют здание колледжа. Мои димитровградские коллеги расскажут подробности. Детский технопарк в Димитровграде займет полторы тысячи квадратных метров на территории технического колледжа и станет его структурным подразделением. В этом году начнется ремонт внутри помещений ДТК, в 2021 будет завершен ремонт фасада и благоустройство. Открывать Димитровградский Кванториум будут поэтапно, начиная уже с этого года. В среду утром грандиозный проект презентовали губернатору Сергею Морозову. Благодаря нацпроекту образования здесь будут современные условия для доп. образования детей и подростков Димитровграда. Подобный Кванториум уже работает в Ульяновске. Это новый формат дополнительного образования школы мышления абсолютно нового типа. Также в детском технопарке будут проводиться уроки технологий для школьников, подчеркнул губернатор Сергей Морозов в ходе осмотра. Также в 2020 году на полную мощность заработает новый центр по компетенции WorldSkills «Раша. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». «Любовь и разлука» так называется концерт, который пройдет 15 февраля в Большом зале Ленинского мемориала. Программу представит солистка-актриса театра и кино луреат международных премий Алена Бекулова и Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов под управлением Ивана Крайника. В концерте «Любовь и разлука» прозвучат песни и романсы из репертуара советской певицы Их исполнит Алена Бекулова актриса театра и кино композитор исполнительница романцев народных и эстрадных песен. Сольные концерты певицы с неизменным успехом проходят в Санкт-Петербурге откуда народом а также в Москве и других городах России и Европы. Людмила Петровна одна из немногих исполнительниц вообще российской и советской эстрады которая в своем творчестве несла какую-то такую особенную особую любовь красоту материнскую нежность и вот эта чистота это то, к чему хочется прикоснуться и поэтому я исполняю ее песни. Изумительной красоты бархатный голос Людмилы Сенчиной проникал в душу каждого слушателя. Режиссеры отмечали ее актерский талант. Мужчины боготворили за красоту, а женщины мечтали походить на нее. Песня «Любовь и разлука» из репертуара легендарной певицы советской эстрады в исполнении Алены Бекуловой также звучит трогательно и по-особому. Песня «Любовь и разлука» «Песня «Любовь и разлука» В концерте примут участие заслуженный работник культуры Ульяновской области Владимир Самарев и лауреат международного конкурса Елена Рождественская. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 15 февраля в регионе будет небольшое потепление. Температура воздуха днем составит минус 6 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова